Давай Лёха, сравнись с Иваном. Смотри, Иван с задней ногой упирается. Мне не очень нравится, что у него с пятых стоит. Слишком косо по полу тогда правильно поменяйте. Но у тебя вообще просто руки отдельно, ножки отдельно. Ну, ты же так и говорил по прошлой раз. Они должны не мешать друг другу, но при этом, понимаешь, грубо говоря, должна быть база. Ну, в принципе, да, вот это то, что ходит в сторону, так правильно. Попробуй удивить себя, сменить ритм, сменить ритм его движения. Вот, да, таким скачком сместится. Неравномерными шагами. Раз, прыгнуть, откуда пойти. Хорошо, хорошо. Заднюю руку. Заднюю руку. Заднюю руку. Просмена. Молодцом. По тракту, вот так. Неплохо. Очень было бы неплохо, спереди рука, устравала бы локт опускать на лёг. Вот, да, да, да. Молодцом, молодцом. Потому что рука все время высоко. Вот это удар под локоть. Ну, самую тоже ногу спровоцирует. Люка, опять синхронно начинаешь руки-ноги работать. Легче свободно на ногах. Меняя ритм, двигаясь, прыгать, а рука работает как отбойный молоток. Со всех сторон на кучу противников. Илюха, не тикай. Я специально сейчас разнобойте. Вот не получается разнобойте. Все равно делаешь в одном и том же темпе ногами. Иногда пропади вперед. Смена. Иногда провели вперед. Иногда отпади вперед. Иногда нам вместе встань. Хорошо. Хорошо, 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 свободно. Да, 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 вот так. Пружинку на ногах все-все-все-все-вдевай. А то, смотришь, что плохой мальчик сзади. Начинаешь повторять. Хорошо, хорошо. Да, чуть-чуть терпеть, терпеть. Будут горят плечи, я понимаю. Хорошо. Плечи какие-то моментальные, как будто качок стал. Блин, ты реально сейчас видишь, как качок. Бери, ручки длинные, далеко от себя толкай. Хорошо. Да, 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 Арбайт, Арбайт, он чуть-чуть осталось. Все, отдых. Не, моментально тут. Бывает. Слушай, а ты выдержал, а? Открыто окошко. Не могу открыть побольше, чтобы это не мешало. Сегодня как будто весь разбит и проснуться. Кто же тебя разбит? Я не знаю. Украли. Ну давай ты, а ты останешься. Не, я за укров. Оболчение, значит. Оставим всякие подробности. Потому что запись идет. А в оболчении вроде наши мысличие ваги. Нет, там якуты, которые мысличие. Ты же видел этот ролик-то? Буряты. Якуты там мысличат обилят. А, да, там это якуты. Ищеты еще было. Так ищеты и буряты. Так ищеты, и буряты. А ну считай, это да, это ряды буряты. Ну и буряты, это один из Чеченской области. Блин, забивается все обалденно. С двумя ручками. Да, да, да. Задняя рука конкурировала скоростью в передней. И самое главное скоростью задней, это поваренка про плечи. Вот, хорошо. Хорошо, да, 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 да. И все, тело резко успевает. Вот, молодцом, молодцом. Да, да, да. Илья, посмотри на Иваны. Делал то же самое с задней ногой. Обратим на это, как он делает. Да, 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 похоже было. Все тело, Илюх, несешь. Заднее плечо надо работать, Ваня, руки не опускай. Ты тут встал, повернул кровь, потом послал руку. Одновременно руки начинаешь, обворачиваешь весь корпус. С ногой вместе. Да, вы хорошо, Ван? Да все горит, Илюх. Ну, я понимаю, фу. Ты правильно мясо набрал, сколько? Вот и горит. Есть чему горить. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 90 килограммов живого мяса. 93. 93 уже. Давай, давай, ручки не роняй, не роняй ручки. Терпеть. Илюх, все тело собирается в точку конечного удара, а не в старт. В конечную точку все тело собирается. И руку, и ногу, и повороты. Да, хорошо. Старт – это вход, когда все тело собирается. А здесь, наоборот, концентрационный удар. Да, да, да. А у тебя концентрация получается немножко раньше, чем рука заканчивая движение. Блин. Работа вообще-то так и есть. Нет, она должна заканчивать конечный удар. Удар-то 1,5-2 см на мишени. И ты в эти 1,5-2 см должен вложить все тело. Видишь, а у тебя дальше что летит? Ну, потому что, блин, инерция есть как-то. Ну, вот инерция должна быть, когда кончится, вот на этой руке. Давай, работай вот этим. Я специально, наверное, тебя стараюсь не отвлекать. Только обращай внимание, чтобы в ручки не ронял. Все, работай. По технику нормально что-то делаешь. Давай, давай, давай. Ручки подними, подними ручки. Не опускай ручки, не опускай, не опускай, не опускай, не опускай. Не опускай, чуть-чуть осталось, 46 секунд. Хорошо, да-да-да-да-да-да-да. Собирай все тело вот в комок в момент удара. Вот, хорошо, да-да-да-да. Удар это сантиметра, в эти сантиметры и надо вложиться. 2-3 сантиметра на самой длинной руке. Хорошо, давай, давай. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть, 16 секунд осталось. 16 секунд терпеть. Ручки не роняем, не роняем, не роняем ручки. Хорошо, и выход. На выходе руку вращай, челюсти не вниз вращай. Вот, хорошо, терпеть. 2 секунды, 2 секунды. Все, отдыхаем. Ничего, сейчас будет полегче. Передние, боковые. Илюх, вот этот секрет, смотри, весь удар. Вот ты собрался, я говорю, раз, сюда вложи. Вот тут тело собирается в помощь. Я понял, ну ты говоришь, что... А у тебя получается... Здесь когда рука уже в самом конце, что ли? Да, и нога, и тело, и все. Я понял, но если я попадаю туда раньше, грубо говоря. То есть, а удачу лежать здесь, а дальше она летит, не понять, зачем рука. Да, я понял, но у меня там получается на весу нога, нахуй с вами удары, если я попадаю раньше, правильно? Ты можешь его поставить, ты не мешай поставить раньше. Ну, как, я же рассчитываю, как бы... Нет, ну ты розни не поставь, как бы... Вот ты вот сюда, да? Сейчас, скажи, нет. Да, вот так. А можешь? То есть, ну, есть... А ты можешь, ну, оказывается, можешь? Вот так. Да, я его, ну, когда я бью, уже туда, я раньше. Вот, ты меняешь дистанцию, а? Ты меняешь дистанцию, или вот здесь собрался или здесь? Ну, подожди, а если ты ко мне будешь подходить... Вот, я раз раньше просто собрался, ногу раньше поставил, все. У тебя же вдоль пол идет, наверное. Да, но я, как бы, на этой рассчитываю, уже получается. То есть, я, как бы, на этой рассчитываю. Ну, ты должен рассчитывать не на то, что есть в принципе где-то в твоей голове, а на то, что будет противник. Ты поставь тоже под противника. Ну, я просто, как бы, немножко заранее ставлю. Нельзя заранее ставить. Надо ставить на мишень. Ну, если ты заранее ставишь, это как бы... Противник, может, не будет стоять на месте, он двигается, а ты под него подстраиваешься. Я как бы на этой расчет-то и делал, получается. Все, да, что ты уже стоишь и держишь, а он взял, отошел и все, что-то типа, да, работает. Это, как получается? Передний рукой больше. Больше, да, да, больше переней рукавы. Сначала кончишь, а потом к женщине перейдешь. Да, да, так, правильно привел. Точно-точно, самое сильное. Скорее, наоборот. Да нет, это как раз наоборот, получается, да. Сначала ты подставил, приготовься к сильному удару. Испытал ощущение этой силы. Ручки, ручки не роняй, Вань. Больше повторных боковых. Прямых, там, спереди руки, больше переней рукавы. Лопатка должна ходунов ходить. Раз, раз, раз. Да, молодцом, Вань. Блин. Да, другую ручку. Отпусти вот эту часть просто, да, да, да. Хорошо, хорошо. Плечо должна ходунов ходить. Не роняй, не роняй руки, Вань. Ты вообще на ближней дистанции. Вообще не должен брови сеять. Не нос обратить, а брови, брови, брови. Ближе, братья, к тебе ближе стоять. Гораздо ближе. Тут руки еще, локти уже, руки на уровне бровей. На бровей, на бровей, да, да, вот так вот. Почти с глухой защитой работаешь. Да, 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 да. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Слушай, что тут все горит-то? Ну, естественно, тебе уже это. Ты набрал 3-4 килограмма веса. Весь набрал, как надо? 5 килограмм веса. Все в плечах, в руках. Естественно, это мясо надо, для тебя, двигаться, застать. Руки не пустая. Естественно, тяжело прокачать кровью. Или не здесь, тебе такой бимолочники салфетку не привыкнуть. Такое в месяцвете там еще нет сколько? Чтобы разрушать молочную кислоту. Ты просто наращиваешь белковые молекулы, Ты будешь убивать клетки. Белковые молекулы. Мы очень понял,ropic клетки наращиваешь. Но в месяцвете там еще нет. Которые разрушают молочную кислоту. Ручки, ручки, ручки не роняй, не роняй, не роняй. Гораздо потом надо на видео и сейчас посмотрит. Больше нажиму. Да, да, ручки, ручки, ручки. Это совсем будет фиговое, я его потом ударю Хорошо, 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 руки, руки Больше повторных передних 20 секунд осталось Илёха, повторные работы Прямых не надо, больше повторных боковых и нижних Повторных одной рукой Блин, что ж такое? Илёха, повторных одной рукой Раз, раз Вот, кстати, про повторных тоже тебе вариант Вот ты руки под ногу Смотри, что получается, ты будешь старшим, раз, и ты уже здесь стоишь А когда ты так, раз, раз, все время, раз, 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 раз И тебе вот это легче получается То есть, повторяйте, вот тут нужно, сюда встал Раз, поставил Опять, то есть, ногами, как бы делаешь ритм, а на самом деле ритм, где клют руки Блин, Серёга, что это за фигня? Ну, раздулся, что ж ты хотел У вас скульптуристов всегда так А, как колбаса, да? Сейчас такой фонтан крови И Ваня стал каким-то, когда начал заниматься И опять, да, сколько там, кто работает Скустили протеины Ах, да Партуины, специально Да, и он в партуину сюда, не крови даже, а в партуину забыл Ха-ха-ха Более, там такая же смесь, там это синфо И... этот... Комбат мае эту... А ещё ухожу по нему в баночке, в красной баночке. Лицо не смотрим, не смотрим. Дерку не смотрим. Хорошо. Дерку не смотреть, линии направления. Отпустим плечи, плеча немножко склонны. Корпус нормально, а плечами, конечно, не расслабляет. Они тебя как культуристы. Работает, работает, работает. Клан для Банера вообще тоже руки деревянные. Плечами только работает. Бивандер Лесиева тоже у него. Биски такие мощные, что это. Руки не расслабляет. Давай, 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 давай. Вот Тайсен, кстати, и руки раскованные. И плечами свободно болтать, ручки не ронять. Двигаемся, двигаемся, двигаемся и бьём, бьём. Думаю передней рукой. Постоянно передней рукой думаем, поменяю точку, да. С точку, давайте с меняем, с ударами менять. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ничего, потом, когда сдуваться начнём, ручки просто полетят. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай. Отвечаем, Мужик. А? Отвечаем. Ну, пока, нет ещё вот этого движения сустава. Да, да, вот это. Вот, да, вот это, разрасковать надо, чтобы на лопатке ходить или на удар. Работаем, работаем, работаем. Ручки подними, я тоже от меня. С точки, двигаемся, двигаемся. Не смотрим где-то, не смотрим. Сейчас не смотрим где-то, меняем направление. Да, да, хорошо, хорошо. У тебя не такие размазные удары, как у соседа. Хотя сейчас у соседа там менее размазные. Стало лучше под ножки ставить. Хорошо, хорошо, хорошо. Меня направление, смотри в зеркало. Ты прекрасный. Смотри на что-нибудь подмечательное, типа к меня. Давай, работай, работай, работай. Чё смотреть на эту банальность. Под названием Иван, давай, давай, работай. Вот, хорошо. Тебя мы видим каждый день по многу часов. Все. Молодцов, молодцов. А ты иди сюда, Ваня. Вася, иди сюда, Ручкой поставь. Ну давай руку тоже. Хорошо. Уже все. Когда и не гладись? Забиты они. Набор массы, оно так всегда сказывается. Куда ты делишься? сейчас почувствую разницу, когда ты стал вот эти руки под руки ставить, ну их под руки. Вот ты в поистине, в несколько момент у тебя было так, то есть ба ба ба, котель. Вот если не бил уже, если рука, нога стала здесь, раз, я останавливаюсь здесь руку, переходи на следующий удар. Значит, рука, нога, длинный удар, значит, нога так ставит, длинный удар, значит, нога так ставит, коротко, значит, соответственно, здесь, отсюда начинает любой удар. Это как с поворачиванием? Да, корпус жевать надо выкладывать, поворачиваю. Ну, извините меня, противник натутся здесь, ты будешь дальше крутить? Ты уже будешь дальше ходить? Понимаете, я делал то, что когда я делаю с гантелью, я как раз так и делаю, заранее укорачиваю, чтобы дальше рука уже прилетела, выяснили, как думаешь. А зачем ты, Али, ты скажешь, снимаешь сразу руку? Сразу снимаешь руку с удара, следующий бей уже. Если, как ты, говоришь, что есть рука, ну да, а дальше рука пробила голову насквозь, и в черепе в пустом летит, что ли? Нет, просто если он шагнул, как бы, то, соответственно... Ну, если он шагнул, соответственно, длиной ногой подходить к нему, а не руку, а не стать, и потом рукой его догонять. То, что шагнул, извините меня, там рука у тебя, смех на 10, будет, отшагнуть тебе, придется, ты можешь шагнуть. Нет, она просто получается, рука дальше пролетает, как бы, за место приложения силы. Ну вот, и это плохо, ты должен собираться в месте положения силы, сразу же готовься сюда. С гантелей руку не отдернись. Пусть все дергают, тут задергают, я отдергают. Не, Ваня просто до конца их бросает, как бы. Ну да, да, о том, я стараюсь тоже сбить на длинной дистанции. Можно тебе, как более высокому, конечно, не очень критично, что работают по длину, хотя, на самом деле, твоя маньяка с Иваном удержать очень далеко, вот реально далеко, быть безопасно, все, как Льюис писал, он говорил все время, но и в боксе главная задача – личный запас, и он где-то там далеко боксировать своим длиннющим руками, голод может даже держать и больше устроить. Вот твоя задача с Иваном, а наша задача – плейрунки разобрать, подойти и ударить. Потому что у нас другого шаг нет, мы маленькие, понимаешь, что делаем, мы должны пробиться, а ты должен стоять, можете показывать удар, как-то жесткий толчок. Я могу в люху издалека, как окажется, кидать. Ну, как элементарный пример, это просто, я говорю, посмотреть будет тула с этим, с Рахманом. Второй был, не первый, когда Рахман упал, а второй был, когда Рахман сделал, что… Рахман набрал 125 килограмм веса, удара нету, он такие тяжелые, такие оковалки, но он просто, 125 килограмм человек весен в бою. Такое-то, ведь я просто ставил ему туле на голову руку, и вот ему подойти. Он не торопясь, так ставил, но ему хватало-то, ему надо было остановить его, не подпустить. Все, это твое единственное предназначение, как у длинного человека с маленьким. Есть чистый братьбокс. Или, если брать уже такой более свободный бой, ты можешь пустить гораздо ближе к нашим дошкоткам, и начинать работать на состоянии коленн. Не, я понял, то есть я больше, как бы убил на предельной дистанции. Однозначно. У меня единственное туда получается, ну-ка, да, локоть обдает, херня, может, еще не зайдет. Ну, надо немножко, ну, потихонечку нарабатываться, разрабатывать, то есть у меня по-другому не бывает. Хочешь прям сразу залить? Да, я сразу залить. По Илюхе будешь одевать эти? Вы сейчас по Илюхе работаете. Ну, по Илюхе работаю, так потом же вымываюсь, жесткие. Так я же не снарядки одеваю, ты что? Ну, смотри, смотри, ну, прям, да. Грубо говоря, даже если ты близко бьешь, желается, чтобы ты вот так как бы не коротил. То есть даже вот если ты очень близко бьешь, вот чем дальше она от плеча выснулась, тем будет ударно очень жестче. То есть я могу сбоку ударить вот так там, ну, ой, на эту дистанцию, а могу ударить, видишь, гугл ближе, но вот ставить плечо. Я, по-моему, плечами сейчас ты нужен. Ну, лопатки вытаскиваешь, да, но то, извините меня, то, что ты вот дальше, грубо говоря, оно что-то полетело, это не очень хорошо. Ну, если, конечно, это, может, там, энергия внутри летит. На самом деле, даже вот с вами, когда вы работаете, это идеально было бы, если бы он держал бы далеко, а он бы как-никак пытался это через это пройти чистого переднего пола. Нет, он так перейдет, в принципе. А он просто берет и сминает тебя. Просто она как, нет, нет, отступать никуда, правильно. Правильно, ты можешь просто встать, жестче упереться в переднюю руку. Тоже, просто тупо не подпускать. Ну, я же сильно не должен бить сейчас себя. А когда в размене будете идти? А, в размене? В размене. Ну, там, видишь, блин, а в кулу привыкать все время, вот что-то. Ну, я понимаю, да-да, я тебя согласен, да. Чебульон маленький, чуть тяжело бить туда, спарринку, не привыкать. Кто это маленький? А? Кто это маленький? Кто это маленький? А? Ну, ладно, я разрешаю тебе отомстить Илюхе в спарринге за то, что я назвал тебя маленьким. Он будет за этим наказом. Какие-то болит на самом деле, что-то. Потому что у нас как-то обычная машина. Ну, это какая-то, наиболкшина работа? Нет. В общем, с того это вот. А вот это вот у меня здесь семьяк будет организоваться. Ну, наиболкшинуш работаю. Слушай, вообще-то странно у тебя. Тут даже припухость есть такая. Ну, Катя, вот. Ну, дать я. Так это трицепс, в смысле? Ну, у него по трицепс, видишь, такой. Ли могли отбить, а мог его просто возле. Я не буду большой там, фиг его знает. Ну, у тебя нет таких сунь-сунок, ничего там нету, да? Разбитый. Ну, у тебя отёжи есть какая-нибудь? Отёжь на сне, когда встаю, очень тяжело просыпаться. То есть, вот я сегодня только без разошёлся. Ну, нет, ну, я думаю, вряд ли это, конечно, от этого свет. Ну, я тоже так, хотя вроде не свяжу ни о чём. Не, у тебя расписание сбитый, ты всегда так. А у Вани видишь, что он обычно живчик. Вань, по большому счёту, не совсем в халерике, не чистый, но халеричный в чём-то. Очень активный. И для него всё же не очень характерно. Я так думаю, что он, наверное, искакивает всё-таки довольно-таки быстро, да? Обычный. Ну, нет, как проснулся, то я достаточно быстро сплюсь. Вот я говорю, да, то есть ситуация такая. Кстати, на самом деле, не очень рекомендуется. Не, но я не сразу встаю, я не Ленин. Как вы ему доходите? А что он ему? Ну, Ленин нам в школе учили, да. Ну, а я не позволял себе, да, куалец. Хрен узнать, знаешь, так это или это легенда? Просто красивая сказка. Ну да, да, что он очень хорошо учился. Правда, хорошо учился. Что он там когда-то где-то в вазу разбил у соседей? Ну, это же все знают, да. Я не знаю. Ну, известная сказка началась. Разбил у Савиа друзей, там были, там, ну, всей семьёй, они отдыхали. И он разбил в вазу, когда играл. Все сказали, что это не он, и он сказал, что это не он. А где-то лет через 12-15, а уже был взрослым. Ну, кажется, не так. Ну, через, там, пару недель, через месяц. Да, когда он разрыгался и маме рассказал. Да, да, что на самом деле это он был разбил. Да, блин, это уж такие случаи бывали. Ну, достой Ленина. Ирюха, ну, вы сорвали от себя Ленина. Да, да, да. Ну, всем плевать. Ну, в общем-то, да. Это же Владимир Ильич. Ты вот не носил на, как его, на одежде и значок противорец? Каким-то возраст был? Ну, а я вот носил, например. А я и комсомольский носил, и пионерский носил. То есть, я, кругу говоря, знал, то есть, обносил себе и Ленина молодого, да, это к октябрянку был, и Ленина старого, когда пионером был, и Ленина такого средних лет такого, ну, молодой юношкой, как комсомольцем был. Или нет? Ну, может, там тоже, по-моему... Комсомольцы, это он за Ленина такой. Не-не-не, вот, видишь, смотри, не, нифига себе. По-моему, комсомольцы тоже за старый Ленин на значке был. То есть, молодого нет. Я тоже пытаюсь вспомнить, хоть забыл все-таки. Для меня дико, что люди не знают, кто такой Ленин, молодежь, а другой мне просто начинают промывать, а на хрена им не знает? Весь это вообще не знает. Вообще я не знаю, что такое Ленин? У меня девчонки вот тут были секретари, брали, причем они, грубо говоря, те, которые сейчас, как дежекретарские уже становятся. Твои ровесницы где-то. И вот они реально не знают, кто такой Ленин. Они говорят, основатель советского государства. И, наверное, как-то никогда не вязал с сынем основательного Совета Союза. Я, наверное, ничего там не основывал, он основатель в Коммунической идеологии, а Совет Союз сам построил. потому что на тех раскладах вот по той идеологии не мог не образоваться не могли развалиться просто можно если они везде пришли к социализму то есть где победили все статистические государства должны будут по той диалоги объединяться в одну большую все ждали мировой революции но украина же убежала писать и диалоги ну да я в силу ком вернули потом все помнят и наизнанку а понял я тоже думал сначала что надо ментовать правильно а потом пришлось так что это да то что доставить революционер ленин для меня скорее ленин это не революционера это это который три года руководил той стороны планы в ротом не организовал то есть не на данный этап не очень интересен тем что он очень быстро то есть перед перестраиваться какие-то там воздушных революционных другом очень удивительно я тоже смотрю будет тоже как легко и быстро он менял просить до 180 раз просто видишь что это не работа берет меня в январе 18 декабре январь восемнадцатого года всех кто против нас мы всех просто отпускаем под честное слово а уже где-то начиная с лета восемнадцатого года нет мы там берем и прямо начинаем расстреливать эту идею не очень нравится к санте ровно принципе да ну там другой прям пошел бы войны коммунизм как как сможет него под матроски хотя и он его поддерживать абсолютно и потом видишь это и дело не работает у вас пришел на нет я сговора то шел о том что уже реально понимал что скорее всего будет развиваться на при на найпер сидел до старыми бизнес государства не тащил и просто как помогло до взяли сначала весь разговор шел о том что вообще деньги вот это будет нужно потом не просто делать деньги одежда реформу сделать червоницу рубль правильки сделали запустили это вообще такой прорывной решение сдавал тут экзамен по егэ по истории ты тут сдавал на лет 10 нету не тут когда позавчера что ли ну да мне стал интересно потому что как география всегда на слабо воздают не стал интересно как ли стоит лица три вопроса честно скажу ответил по 21 из 30 правильно при этом два вопроса которые я ответил правильно не не засчитали то есть ну там нужно занести там ей там и 5 до 3 то есть вот эти у меня пишут неправильно почему там запит не поставил или смайка буквы написал мышь просто нашла программу да 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 то что те же самые ответы остальные где ну там сколько там получается 23 это девять вопросов 9 вопросов из десяти там например ну вот неправильно то есть опять то есть соотношение все то есть все правильно выстраивают одну например какую-нибудь дату цифру в этом вопросе неправильно соответственно как бы весь вопрос порадовал меня один там один из вопросов которые я ответил неправильно типа соотнесите человека а назовите политику которую приводил руководитель советского государства и там значит типа куму перевод колхозов и сохозов на подножную корма как сеть на на хозер счет да это горбачок ты знаешь не потому что это стоит не лишь по грабачок тревоги холстен возвращать приводил таком песнику и не было приведено возвращать все раньше думаешь просто это все будет оба уже просто поздно то даже писание на хозер счете колхозиса верю извините меня у него достаточно богу армии таки пошли и патриотической экономики нет просто там было например создание конца совместных концессий вот меня смутило выборы многопартийные что-то как-то многомандатные какие-то округа округа таблить мандатные то сюда при габачок был так я такого ну как бы серёг я не очень помню да и не помню мандатные я буду я решил что это кто-то то есть руководители бы я назвал сталина серёг я перезвоню чуть попозже я думаю что просто то время тоже день был устаревший же предложил с вами косыгин еще косыгин еще реформа да да и тогда была вовремя она могла бы дать а к то время уже сайт просто развалится для хозрасчета перехода надо достаточно большой баланс экономичному развалился не экономически развалится по-моему как раз головах людей да 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 все диалоги проиграли согласен это и уже это ничего не дало то есть мягко говоря исчезли в ценз то есть грубо говоря это чтобы цены снова навязать людям мягко говоря надо старую ценность поизменить а когда просто ценности исчезли ты хоть принесешь ценность материально доска достатка все равно это так что то что нет подорожало то есть подешевел там еще чуть кучу все так наложил запечатал государство нерентабельное хозяйство не терпевать на хозрасчет сначала 200 долларов рентабельство потом уже за счет так готовы значит что на старом номер первым нет я на третий назад и жестко бьешь задним ударом сдержать ударить до у меня может толкать не стою только прицельно ведь то есть не в любом случае у меня я беру как могу моги бить плечо и корпус не в голову жесткий а легкий в голову зажигалка давить или отбиваться доставку дальше то выпускаешь так близко сколько пускай не пускай пускай не пускай да не пускай не пускай лёгко ты к чем-то его оставляет близко толкнул сразу куда это может далеко, далеко держи его. Вот, там держи, там держи. Зачем ты его подпускаешь? Зачем ты его подпускаешь, Ирюх? Я тут голода, хорошо. Ланя, на прост не стой, на прост не стой. Хвататься не имеешь права. Столько ходить к странам. Давай, давай, давай. Повторно ударь. Видишь, он на твою руку собираешь себе, он начинает проходить на этом. И сразу второй приготовь. Чтобы ему не хотелось чтобы он не обходил тебя. Вот, сразу убери и готовы опять ударить. Да, 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 хорошо. Аккуратно. Так, давай, да, да, сдвигайся, Ваня. Готовы? Поменяю стоечку. Давай. И второй туда. Извини. Да, Ваня, да, да, смещайся, смещайся. Не стой напротив, Ваня. Ты не мишень. Ты не мишень. Смещайся. Не должен, да, да. Вот так, чтобы у него удар смазалось просто за счет того, что... Напротив, не стой. Смещайся. Сразу смещайся, Ваня. Ножками. Работай больше ножками. Ручками-ножками. Не ножками-ножками. Ручками-ножками. Двигайся, двигайся. Опять стоять напротив. Не стой напротив. Не стой напротив. Двигайся по кругу. Все время по кругу. По кругу двигайся. Вот, да, да. Сейчас немножко меняю. Вот, да, да, да. Чтобы ему увеличить, ему прицел не спадает. Вот, да, да. Он пытается что-то сделать, да, да. Вот, не держи его, не держи, Ваня. Накидывай, накидывай, накидывай. Ну я понимаю, ты снимай ручки, тебе это не нужно, это не твоя манера, вот, напротив остался, застоялся, застоялся, Билюха, ты вкладывай сюда, если попадаешь, ты вкладывайся, пока ты не вложился, ты просто его помазал, у тебя нога сзади осталась, ты не бьёс села, села, о, хорошо, Ваня, молодец, ты пришёл на корпусе, ты всем телом должен лежать в стиле, вот так, что за толку там этого удара такого, так, ты не плечами должен бить, а бить всем весом, Вот, да, 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 это нормальное время, если он так бьёт и промазывает, это не естественно, это грех, ну так всё смешно, давай, давай, двигайся напротив Ваня, Ваня, не двигайся, хорошо, опа, да, да, работает, отсушил, так, напротив не стой, не борись, Ваня, не борись, а обманывай, обманывай, режь углы, опять вышел, вышел, не должно быть, пошел, вышел, не должно быть, смещайся, смещайся в сторону, вот он тебя толкает, ты как викидист, а ты в сторону, да, вот, Прямо не иди, всё время со смещением иди. Чуть-чуть обманывай, углы меняй, углы, всё время углы на атаке меняй. Можешь даже это вверх-внизу растаскивать, как вариант. Да-да-да, только ты мешаешь только вниз тыкай, ты должен вверх не стаскивать, всё отдыхаем. Понимаешь ситуация? Так, ты раскинул два туда, а вот здесь ты посмотришь, ты должен всё время мешать ему. Вверх, значит потом вверх, то есть сначала вниз, потом вверх. Если справа ударяешь, значит потом слева ударяешь. Ты постоянно находишься в разных местах. Он есть, Боря. Лежат тебе. Плохо, ну а чуешь, кункил. Рука, что ли? Значит, Илюха двигается, и Ваня должен держать его. Делать то, что Илюха. Илюха, ты его подпускаешь на жесткий удар? Вот когда ты чувствуешь, сам подпускаешь, и он начинает тебя кучать. И то быть не должно. А что, на письмо, локти что ли? Нет, ты просто раз ударю жестко. Порой раз можешь ударить, третий раз жестко можешь ударить. Раз, спустился, и опять его держишь. То есть он должен прорываться, а у меня нет ощущения, что он прорывается. То есть он принял, а потом подошел. У меня нет еще хорошей обороны, которую ты его не пускаешь. Я только могу его быстро на заднюю бить. Ну, ты, извините, передним прикидываешься, и чаще мучишь передним. Ну, ты, извините, тыка прицельный, прицельный удар тоже вот держишь. Маш, ты его подправишь, раз заднюю ударю, ползат. До этого нет, ты можешь. Давай, поехали. Ну, сейчас подключу, Ваня. Давай, подключай. Угу. Ваня прицель, а! Аккурат, не было, не удалось. А не аккурат? Да, 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 да. Открытие перчатками, Ваня. Ну, все. Так, точечек, точечек. Хорошо, хорошо, хорошо. Глаза, перене ручку ты можешь на работу фиртовать. Перене ручку тоже можешь фиртовать. Да, 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 ручки возрекаешь, так взбиваешь их. Биво тоже хорошие вещи, завязывать его. Опять по это, близко стоишь к Ваню, не на состоянии удара. На состоянии удара это где-то там вытянется, так, по нему, в точку. Близко не вставаешь. Вот здесь ты можешь ударить жестко. Здесь ты можешь ударить жестко. Причем, что Илюха, либо не освещается, или освещается в удобную сторону для тебя. Видеть, 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 видеть. Держи его ручки, держи, держи. Отсюда бить надо, уже близко подошел. Близко подошел. Бить надо из всего дистанции, где ручки управляются. Висила, а все тело собрать. Да, да, хорошо, что назад не сидишь. Сейчас не холодно. Близко подошел, не надо близко. Ты должен только с ударом подходить близко. Смысла нету. Отсюда бить надо, Иван. Отсюда. Ну вот, похоже. Близковат все равно. Отсюда уже бить пора. И приготовься, приготовься опять нанести удар. Зачем ты отходишь? Ты должен отходить. Это его проблема отходить. С другой. Так, давай. И назад не уходить. Не уходить назад. Куда? Куда? Это его проблема уходить. Ты должен быть опасным. Близко подошел. Чуть-чуть отодеваться, не выходить так. Чуть-чуть, чтобы на удары остаться. У вас дальше будет стоять свою дистанцию. Удар. Чуть-чуть поднимет. Он двигается сейчас плохо что-нибудь. Опять размашка. Прямой удар. Бей, бей, пробуй, пробуй, Вань. Пробуй, экспериментируй. Не уходи вниз. Пробуй. Пора бить уже. Давно пора бить. Вот. Отсюда. Отсюда уже бить, уже в дистанции твой удар. Он затягивается там. Он коротит руками. Если он затягивается, ты можешь ударить на самом деле. Потому что он коротит. Чуть-чуть. Отдыхаем. Не очень. Думаю, где придется ударять. Ужас. 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 Да? Ужас. 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 Ты просто разожрался. Большой качок. Который пытается по-деревенски заехать. Снимать надо было раньше. Когда еще не настолько сильно это. Когда уже понял, что требуется, но еще это не настолько сильно это мясо на груз. Ужас. Ну или, знаешь, надо посмотреть потом, когда выходить будет. Будешь терять уже вес. Вот тогда как раз. На второй, третьей неделе. Ужас. 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 Дистанция. Сейчас у нас Ваня накидывает. Илюха передний бед жесткий. Да. Бей, бей, бей дальше. Ну что он смотрит? Ты что? Ударь. Ужас. 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 Да. Ужас. 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 Заходи за ногу. Заходи за ногу. О, оф. Видишь как ему неудобно становится сразу. Поменяю листочки. Иди за передний ногу. Напротивстав au он тебя смог толкнуть. Вот хорошо. Не может он тебя толкнуть. Вот без ног иду. Вот хорошо. Смещайся, смещайся, Люк. То есть, Вань, смещайся. У меня ощущение, что сейчас Вань пытается жестко работать, а Люк у меня легкими. Это как раз неправильно. Люк должен упереться. Раз, два, три. Не надо одиночными. Вань, напротив, не иди рубиться. Иди смещаться, обманывать. Опять идешь вперед, идешь вперед. Чуть-чуть меняй углы, меняй углы атаки. То, что Люк сейчас не очень хорошо вытянет. Вот, хорошо, Люк. Стоп, отдыхаем. Сейчас Ваня жесткий. Не, у тебя такая легко сейчас работаешь, что раньше тебя улучшил, когда сейчас ты реально, будто ты сам где-то убить, пошел. Сейчас я буду откручивать. А руки тяжелые ставить такие. Но они сейчас, как раз, тяжелее, более весят. Да, да, да. То есть, на самом деле, одна из причин, что у Рихи тяжело тебе это, всовывать это, потому что все увеситые. А какая разница, понимаешь, они просто увеситые, тяжелые. Тонар разбирается. Останавливаем просто. Да, да, да. Ты не должен останавливать, понимаешь, что это делать. Ты должен обтекать его кругу, понимаешь. Вот он что-то толкает, а ты должен раз, и раз, и скрутится, и раз у него сбоку, понимаешь. Ты должен проваливать его мимо все время. Он бьет, когда он ходит туда сильно, что с задней, что с передней. Он должен провалиться, никуда не денешься. Жесткий удар предполагает, что провалится. А Витя, ты должен этим пользоваться. Ты должен позволять ему провалиться. То есть, он должен все время попадать мимо, проваливаться. А ты должен оказаться где-то далеко так, поиздеваться, бить по щекам, грубо говоря, и опять уйти. А сейчас будет наоборот. Елёха, по-сам-те, я не буду в течение тренировки это подсказывать? Ну, сейчас все это понятно. Ты об этом думаешь, что ты должен, не должен напротив стоять. Все время ты должен менять уголь. Да, да, да. Примечай себя двигаться. Ваня, тебе должно уже пора ударять, на самом деле. Да, 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 да. Раз, два, три мы ударяем. Да, 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 да. Раз, два, три. Елёха, напротив стоишь. Ваня просто просыпает, тормозит. Да, да, да. Так он просыпает. Все, я когда национальный бит, он мне тоже в голову. Ну, и ныряет, смотри, что будет. В этом-то и смысл. А как ты думаешь, что там бьют жесткий удар, это вот это мешание не по-другому? Вот. Ты просто должен знать, кого он тебе бьет. Я должен знать, кого бьет. Ты должен, соответственно, мягкая, что-то заставить его бить-то. Что-то должен открыть, где-то рискнуть, где-то что-то сделать. То есть тут уже провокация идет небольшая. Ну, он уже сам просто пошел. Ну, да, да, да. Ух, прямой ленин отходишь, да, и начинает прицеливаться он. Нет, прям. Прямых ленин для тебя быть не должно. Прямые ленин только Ивана. О, хорошо. А это сзади рука у тебя, Иван, бывает? Нет, я же вот так. А, ну... На противне стою. Двигайся, 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 двигайся. Да, да, да. А ты селись туда. О-о-о, красиво, да, нормально. Давай, давай, давай. Раз, два, три, Иван. Надо разбавить. Бывает. Ну, хорошо, да. Подставка. А что ты видишь его в полставку? Обходи, обходи его. Разводи. Ты должен делать его решетом. Ты голод, Игорь, что у него перчатки там. Зачем? Обманю. Видишь, он перчатки же придержать. Вот, да, да, вот. Видишь, как она корпус регирует. Хотя ударить себе не может корпус. А он регирует ее, потому что не готов был. Вот он. Готов. Вот она, вот, вот. И сместится, сместится. Вот, красавчик. Давай, давай, Ваня. Не стой уже пробить. А что ты после этого удара провалился? Второй, третий. Заготовь, чтоб две трети сделай. Вот. Хорошо. Размен. Блин, все у тебя работает. Поддыхаться начинаешь сильно, да? Ты сможешь делать пять ударов наружу, потяжело ли тебе до трех сократить? Нет, смогу. Точно? Двух. А вот на двух хоть сможешь? Я смогу, да. Ну смотри, потому что дышит тяжело. Вес набрал, поэтому решай наружу на сердце. Ставишь разбито, но засыпаешь нормально, да? Да, засыпаю, это нормально. Возбуждение бывает перед сном такое сильное, что заснуть не можешь? В смысле? Вот просто такое возбуждение заведённое, какая-то, как, а что думаешь, о спорте, от прухи вот этой? Нет, нет. Нет. Это тоже один из признаков такой перетриёмности. Ну, примерно, как сказать, ну. Ты даже безменинно так чувствуешь, что истощёт. Ну, тяжело, да, тяжело. Причём, вот ты набираешь, ешь нормально. Ему тяжело, потому что ты набираешь вес, ему приходится его таскать. Это очень большая наружная алгоритма. Давай. Только вону в корпус. Да, да, да. Только вону в корпус. Только вону не забываем защищать при этом. Оба руки поднимите, господа. Да, ничего страшного. Получите это, а поговорю, дай бог, кто-то из вас получит. Голову билежом. Защищай мою голову. О! Бр! Голову на самом деле, да, вылезай, потому что голову не защищай. Защищай голову. Виноваты, ну, говорю. Голову, 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 голову. Давай, защищаем. Руки трем брови. Брови трем. По плечам точнее, чтобы в голову не попасть. Вань, ты машина, давай работай. Так что? В жестком ударе локоть встает на кисти как-то. На кулак встает в локоть. А плечо на локоть. Хорошо. Смазан бешеван. Смазан не точно. Принимать получаешь. Вот ты когда принимаешь удар, поставь вот эту энергию, принять на себя и сразу отбросить. вот. Что-то такого плана. Точно бей, не бей по площадям, бей на оботочку. Низко прижимаешься. Привычка прижиматься. И не это возможно. Лёха, то, что ты работал со мной, не тебе плохо сказал, ты стал кратить на дистанции. То есть, я тебя приучил работать, мне нужно более дистанции. Хорошо. Молодцом. Давиться нормально здесь. Упереться. О, молодцы. По площадям бишь открытой перчаткой. Кулаком бить. Ручки, ручки не опускай. Надо же помнить, что голову защищать. Голова, это мы, все остальное только инструмент. Руки обе поднимите, голову защищаем, не забываем, да. Корпус можно защитить, локтями вполне нормально. Хорошо, Ваня принял голосом. Перехватить. Опять по площадям бишь, спекай. Что-то тяжело очень идет сейчас сегодня. Ну, давай по мне попробуем сейчас. Попробуй просто как получится. Ну, что-то я реально... Конденсационный даже выходит. Я правда не знаю, Мушилеха в матерь. Я когда-то не работал с ним. Я помню с того, что ты вообще скачку тут проходил. У вас по-другому было. Да, да, да. Но я помню с большой скачкой, видишь, я тебя, я как-то там, это аппарат, я даже просил тебя близко стоять, там размен требовал. И ты их вдруг тогда приучил, я не могу. Я не могу работать, а работать не на своей дистанции, а на моей. В принципе, комфорт себя чувствуешь относительно близко. Но при этом все же это не совсем правильно. Там нет максимальной чинственного удара. И сейчас с Иваном ты работаешь очень быстро, а Ваня просто вымотался. И я думаю, что это просто сказывается сейчас. Смотрите меня, ну 5 килограмм-то таскаешь, прикиньте. И мясо, надо бы жир. Жир, я говорю, он не мешает. Все, ну на прошлой неделе я тоже таскал 5 килограмм. Я не поправился взять неделю. Да, ну хрен знает. У меня-то ощущение, что набираешь все равно. Может просто общий спад. Иванш, ну я честно скажу, ты кожирей начинаешь, ты и так все чувствуешь, что мясо набираешь. Это однозначно. Можешь еще на трассе на видео то, что было установлено? Сейчас, где вам водой? У меня вот не знаю, я тебе сам верю, что сегодня хуже, чем в прошлый раз. Сегодня хуже, чем в прошлый раз. Да и то дыхаем ему. Да. Не, я что-то все тоже как-то устал, если честно. Мне очень не нравится, что ты подходишь без удара. Ты встаешь на свою дистанцию, можешь ударить и не бьешь. И пытаешься ударить там, где уже в принципе бороться можно. То есть понимаешь, что дело. Я понимаю, что это. Как бы руки... Слышал, вот это там грубая проходишь, это все. У тебя удар дистанции, грубо говоря, вот сегодня сантиметров 10. Но ты выходишь либо вот сюда, либо находишься там, где не можешь. Ну там, где не можешь, ты в принципе не находишь, ты с ним идешь вперед, это ничего не сказать. И не ныряешь, как раньше, тоже это да, это плюс. Но ты идешь тупо навстречу, грубо говоря, как в порядке. Единственное, что в отличие от него, не ныряешь под руку. Он, извините, буквально не бьет и не бьет и особо нырять под руку желания нет, естественно. Почему? Я нырнул, уех, у меня по голове тут жизнь. Не, ну я именно под руку, то есть под плечо не забирался, под мышку. Это в понятном плане, потому что, говорю, там это... Не настолько опасно. А то, что, кстати, я пару раз уех попадал, честно скажу, опять же, потому что либо у тебя очень сильно внизу руки и по ним ехал, либо ты нырнул и сам пошел в лицо. То есть, надо больше безопасности, должен соблюдать то же. Согласен. Может, просто потратила раму, гантель, то, что были из-за этого? Может. А может, просто, говорю, сегодня. Где самый лучший день, да? Ну да, как-то. Так, я пора с мамой снаряды вешать. Я их сегодня так познакачиваю. Ну, вообще, какого-то и никого. Так, делай. Сейчас я мигрирую. Я вот эту штуку такую восхозую, скорее всего. Ну да. На нее лучше стать. Ну ладно. Прочнее, чем стулья, потому что больше стулья у меня не выдержит таких ног. Не помешаетесь? Не-не-не. Отойди, пошли. Не-не-не. В принципе, я знал сначала, когда мы шли на курс, что будет это. Нейтренировка – сплошное мучение, шаг вперед, два шага назад, что эффект всегда потом, потому что в большей части лёгки ты будешь бороться с собственным организмом, с его изменениями. Это как подростки тренироваться начинают, очень непонятно, есть прогресс, нет прогресса, то никакой скачок, то никакого скачка, то есть, потому что организм растёт, он каждый раз меняется, гормональные те фоны скачут у них, и это понятно, учил его ты чему-то не учил, учился он только грубая, когда уже этот подростковый период грубая проскочила, серьёзно. Так, а что я придётся тут убрать, потому что будет мешать этой? Сейчас, уберу. Так, я сюда уберу щит. Ну, что-то сегодня какой-то груб, только сонное состояние не стоит. сегодня такое ощущение, что тебе лучше бы выкачаться. Ну, будем. Мы боимся дальше, мы всё время так, ахайте, заберём тучка. Потому что я всё время выбираю. Это верно. То есть, ты хочешь сказать, что ударка этот будет? Ударка очень тяжёлой на этой стадии. Ну, что потом большое, да, скачёт? Ну, что потом большое, да, скачёт? Ну, кажется, что у тебя есть. Хоть клепатуру, ты так клепатуру, ты плечи не можешь крутить. Те лопатки с собой как связаны между собой. Причём ты их чувствуешь. Конечно, когда это всё. Ты же над этим борешься, ты стараешься справиться этой хренью. Естественно, когда... Интересно. Ты кот. А где наше солнце? Ну, где-то сияет там, в районе шаловки. Разгорит. Ну да, там. Какой рот, да? Блин. Тут даже вышло мороз. Чуть-чуть пониже, где-то? Да. Как мы это делали? Просто к себе натянутся, вот? Да. Слушай, химико прям заводиться начал. В каком плане? А здесь начал? Да, обида проснулась. Когда рюху мне по голове стопнули. Аааа. Солочь. Нет, у меня очень захотелось подойти стопну. Ха-ха-ха. Нет, бывает неприятно. Нет, всегда бывает. Получаешь, немножко так напрягает. Это как-то, знаешь, самое новое. Там лицо чайно получилось. Это довольно-таки сложно психи держать. Ну да. Везде. Но, это и есть специфика. Почему, допустим, я всегда хороший спортивный? Да потому что, блин, никогда не злился. Я всегда понимал, что во всех проблемах виноват я сам. Понимаете? Да. Да. А Ване надо будет пониже сделать, наверное. Да ну, хреново. Как? Нет, Вань, ты чего? Мы просто встали. Ногами уже били? Вообще, у него, а у него не головой. Почему? Нет. Проснадёшься? Да. Ну, да-да-да. Слушай, по-моему, мы тут никак не так делали. Ну, я не помню, Глеб. Вы делали, если честно. Может, еще, конечно, на него натянуть? Не-не-не, наоборот, я слабее натягиваю. Сейчас, я не знаю, как это делалось. Ну, блин, я чуть ниже. Чуть ниже. Сейчас. Юх, ты со своими друзьями из ДНР не списываешься? Ну, я уже сто лет не общался. Нет. Меня зовут, они тебя туда? Ну. А, всё, скума. Нет. Иди отсюда, проклятый косарь. Наскарь. 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 Не, ну, я говорил, что в основании там были вот эти представители ДНР. Ну, да-да. Они их там. Ну, тех, кто в каких-то коктейлях называют пятой колонной. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, таких, как я тоже, наверное, просто, но я же не стал говорить, афишировать свою пятой колонистическую направленность. Я такого человека понимаю, что можно их получить по морде? Ха-ха-ха. Нет, там по морде по ушам. Все же, это, не систелевое карате. Ну, когда приехали на этот клуб ночных науков, байкерский, постали приколаться друг с другом. Смотри, так, я подхожу, там чувак сидит, ждет. Крым наш. За Россию. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А прикол это в чем? Ну, та же, они патриотические ребята вот эти вот все. Потому что все они там патриотические. Дировые. Ну, там у них, блин, как сказать. Знаешь, я думаю, что... Ну, по-моему, те, кто за деньги патриоты, они, по-моему, как раз, самые не патриоты. Не знаю, у них видок такой там. Что там за деньги? Чего? А что, они за бесплатно ездят в Крым, что ли? Да нет, я думаю, тусанут почему бы. Не-не-не. Там бы что-нибудь такие обеспеченные там? Да. Харлей-то дорогая машина достаточно. И вот. Смотри, да. Поддержанный 700 штук стоил. Там вот это местечко, он совсем не дешевое, кстати. Да. По-моему, я думаю, что вонит как раз это реально. Ну, а что ты думаешь? Если, по-моему, чем больше денег... Вот это, по-моему. Чем больше денег... Вот это, по-моему. Ну, чем больше ты... Больше есть что терять? Не, нормально. Нормально. Чем больше терять все начинаешь, тем это... Ну, хорошо, давайте. Мелкие... Предпринимателям Путина... Мелкие предприниматели, а не все Путины. Да, потому что ударил удар за ударом прям поносится. Хорошо, что тут последний закон, который принял, практически не исполняется. Потому что, блин, принять еще и исполнить его нельзя. Какой? А вот это то, что... НДС? Нет. Мелк, который ударил, вступил, принял 31 декабря 2014 года. Вступил 24 января. О биодобавках, не соответствующих чему-то там и так далее. И я реально понимаю, что реально должно весь рынок спортивного питания упить. Просто, сходу. Потому что под это попадает все, что есть на рынке спортивного питания. Ну, слабого, блин, что никто этим не заморачивается. Ну, видать, такое ощущение, что просто везде ставят крючки такие, чтобы тебя зацепить и потом иметь как хотят. Вот реально такое ощущение. Серег, а почему ты решил, что такие, как я, эти пятые колонии? Ну, блин, ну, я тоже, Паш, я же не сказал об этом. Не, а что они... Ну, потому что, видишь, ну, они там... Я просто сказал, ну, говорят, ребят, знаете, что в России не все считают, что... Ну, Россия должна принимать участие. Там же, например, говорят, что там полноут военно-специалистов из России. Там очень много такого. Знаете, в России считают, что многие, что вот в Украине война ни к чему. То есть многие считают, что это... Что плохо, что они там участвуют. Ну да, везде есть пятая колонна. Вот так вот сказал. Потому что я вам просто сказал, ну, как же так... Вообще, когда людей убивает, плохо. Не должно быть такого, извините меня. Не должно быть войны любой такой. Не, ну, говорят, ну да, это плохо. Ну, ты знаешь, ситуация такая... Как вот... С хороших побуждений там даже плохие кустык-то зарушат. Разрушили рак на реках. Садам Кусейн был редкостный чмо, скажем так. Плохим был человек. Ну, просто, что они получают эту выгоду. Ты знаешь, по-моему, как раз человеком там уже был хорошим. Политику ему говенную было. Ну, может быть, да. Но, кстати, его убрали, еще хуже стало. Берем другой момент. Взяли этого Каддафина. Тоже, видать, не очень там хороший человек был. То есть можно... Я, кстати, так не считаю, но можно. Ну так скажем, не лучше. Не лучше, да. Там из-за меня и пытки были, еще чего-то было. Альтернатива. Стало еще хуже. Стало еще хуже обращение жопами. Нет, при Каддафи было лучше, так скажем. А вот при Садаме еще вопрос. Ну, нет, ну сейчас там вообще разбор в Ираке там полная задница. Ну, полная задница, зато войны нету с этим с Ираном. Ну, войны с Ираном-то, может, нету, но... Войны с Америкой нету. Войны с Америкой нету. Нет, понимаешь, это другой вопрос, что с ними нету. А когда вот эти войны у них неба, они жили достаточно спокойно. А сейчас у них полная задница постоянно. То есть они в состоянии войны живут все внутри. Есть и государство, и ИГИЛы, и там внутри эти проблемы возникают. То есть там, да нет, понимаешь, любая стабильная ситуация. И тут ситуация тоже, что на Украине произошло. Главная проблема, ну да, ушел Янукович, плохо шепился, но там быстро человек образовался хоть какая-то власть, хоть какая-то администрация, хоть какая-то наследственность появлялась. И вот эта хрень, они влезли, они убили последнюю вот эту наследственность. То есть, грубо говоря, там революция пошла, нет революции с начала, нет революции с конца. Вот такая хрень пошла. Вот это и проблема. Оставляют простые люди. И опять же говорю, ну я вижу, реально в этом еще стандартный синдром. Потому что, извините меня, они проникают за идеями тех, кто ходит с автоматом. Ну как в советские времена, в 90-е годы, даже половину людей не было стукачами. На улице все алкоголики жили по понятиям. А, да, пацан, пацаны там. Да, 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 то есть все были, понимаешь, что дело, и совсем даже не понимаешь, что это все ненормально. Извините меня, что это тоже стандартный синдром, то же самое. Что, типа, ты правильно поступаешь, так неправильно поступаешь. Да какая разница, у тебя есть твои интересы, то должно быть от своих интересов. А государство – это сумма общих интересов, средне-аттеметических общих интересов. Которые должны выравнивать наши интересы, чтобы мы друг другу не мешали. А, Сергей, потому что этого гена альтруизма нет? Никак. Я правильно понимаю. Он не произошел от меня, гантальцев. Не, ну объектив почему. Я, конечно, понимаю, что какой-то минимальный альтруизм там может быть. То есть кому-то… Для меня альтруизм – это разумный эгоизм. Где-то я должен своими идеями подвинуться, Серега, подожди. Что бы это? Братья и сестры. Отечество в опасности. Не действует? Не трапливает. Илёха, на тебя. Да я только сегодня над Краснотем разговаривал там. Здесь что-то с бабушкой спор зашел. Который из Луганской, который здесь? Нет, здесь, над Орла. А, нет, безполезно над этим разговаривать. Ну, они воспитывают. Для них вот это братья и сестры, это серьезно что-то такое. Мы понимаем, что братья и сестры, никогда не братья и сестры. Что родина вещь, конечно, хорошая, извините меня. Она приводила пример, как они обживали во время войны. Подожди, а как она может уйти, а сколько лет? Она в оккупации была, ей было 5 лет, когда она была в оккупации. А как она может уйти? Ну, относительно помню. Может рассказать? Да, она даже какие детали может рассказать. Там, блин, я истории наслышан. Нет, просто как бы там может быть память, так скажем. Ну, такая уже, да, памятная. То есть, когда она подросла, мать ей рассказывала, у неё отложилось то, что и мать рассказывает. Может быть. Может быть. Она и лично видела много всего. Ну, у неё, например, куча братьев-сестёр было, которые были уже в более сознательном возрасте. И они точно тоже как бы всё это участвовали и видели. И я много историй знаю от неё, чисто по её похождениям, скажем так. Нет, нет, тут ничего не скажешь. Я тоже реально понимаю их. Понимаешь, они воспитывают всю жизнь в этом. Как от этого отказаться? Нет, Серёга, я за патерналистское государство, за братья и сестры, но никогда на этом начинают люди проживаться. Не-не, ну я скажу так. А так бывает вообще? Ну, Станин не наживался. Ну, трудно сказать. Он всё устроил какой-то такой маленький домашний коммунизм. Вроде наживаться было бы не нужно. То есть он не сильно жировал, потому что... То есть ты за такого жёсткого вождя, который... Нет, я не за жёсткого вождя, мне похуй на какой вождь. Мне главное, какая идея и какие люди как бы идею притворяют. Ну, вот мне кажется, просто без жёсткого вождя это не будет работать. Слушай, я думаю, что сюда перемешать тебе всё равно не мешает вот эту грушу. Почему? А зачем? Чё здесь плохо? Ну, не влезаешь тут? Да нет, не нормально. Тоже дистанция? Ну, смотрите, что, у меня вон дистанция раз. Ну, я вот это вот здесь стою. Ну, блин, у тебя роги на сколько длиннее? Ну, я вот тут вот открою себя. Не, ну почему? Ну, например, в это смутное время жёсткого вождя нету, а как бы людей, которые ради какой-то идеи чём-то жертвуют, есть. Не, ну блин, это там единицы какие-то там... Нет, я против любых идей, ради чего жертвовать. Для меня государство это общественный договор. Патерналист государства должен быть, потому что это выгодно всем. Рахметов просто сказал. Разумный эгоизм. Черный участок себе предложил, бездарный описатель, но идея правильная. Если человек разумный... Ну, я вот тоже за разумный гоню за это понятие, скажем так. Потому что остальное, блин... Все равно это всё, блин, подмена понятия. После идеи Чернышевского в что делать, о, как сказать, о бизнесе, я как-то с очень большим подозрением отношусь. Я к его умственным способностям и к идеям, которые можно... Ну, 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 как-то, всех идей был. Понимаешь, ну, я говорю его конкретно, то есть понять разумный. Да, надо же все его идеи разделять, скажем так. У Фрейда тоже есть некоторые страны. Понимаешь, я занимаюсь бизнесом. Я могу понять то, что вот он, как сказать, несёт, вот как бы там, ну, словами, грубо говоря, там, своих героев и что, это не фигня, это полная фигня. Но другие, например, какие-то идеи я не могу проверить. Но если человек, как сказать, несёт уже фигню, у меня закрывается подозрение. А может он и тут фигню несёт? Знаешь, что я тебе могу сказать? Марк Алмаз написал такую фразу. Нет ни одного преступления, на которое не готов был бы выхватить капитализм за дополнительные полпроцента прибыли. Не так. У Марса было по-другому что. При прибыли 300 процентов нет такого преступления, на которое бы капитализм не пошёл. Ну, я его постоянно цитил именно вот эту, по полпроцента прибыли, цитил постоянно Лисовский по передаче РБХ. И я такой крик ослышал. Может быть, просто... Да мы его по-моему нет. Два тома его, гигац, не четыре. Это уже, наверное, разнородное как бы, столкование. То есть они уже треугасили. У него было, по-моему, там, что-то в районе десяти, двадцати, ста процентов и триста. Ну да, в его времена два с половиной процента, и по проценту было несерьёзно. Просто таких не было концов. И кто не стал делать бизнес? Это сейчас, извините меня? Оборот увеличиваешь? Будешь телефон говорить? Нет, нет, нет. Готовы? Поехали. Столько болтали, мы в армии. Не, я знаю, честно скажу. Я понимаю так, государство, общественный договор, патернализм нам необходим, потому что люди живут вместе. Всё это обвиняющее тоже необходимо. Хотя бы просто оно есть, мы говорим на одном языке, и это очень важно. Просто побывал заговоритель, я почувствовал, что дисковый барьер – это серьёзный хрен. Чё одна из причин, почему Ланго-Сансонский в Санкт-Петербург не хочет ехать, это отсутствует, это из-за того нормального понимания. А в Бельгию, это французский, я не знаю, я хочу поставить. Запад геннализм и сильное государство, потому что нам, ну как я считаю, нужно достаточно много чего поменять, и много чего сделать, чтобы, так скажем, стать уровнем. Какой патернализм вообще? Патернализм это, грубо говоря, как государство заботит своих подданных. Одесса общественный договор, оно будет по-любому заботиться о подданных, потому что не кладимся. Да, потому что они договорились, но движение при этом вперед, большого не будет. А когда ты выстраиваешься именно как семья большая, то у тебя, как бы, отдача очень большая идет. Да хрен его знает, ты знаешь, в семье могут давлять бабушки, дедушки, пенсионеры, и тогда, соответственно, никаких не будет движения вперед. А могут давлять молодежь, в которой был бы полный раздраен, но движение может быть очень удачно, а может неудачно. А может как Китай, который приходит к власти вот люди достаточно такие зрелые, с одной стороны, с другой стороны, еще в таком воздухе они готовы что-то сдавать, и вот они в доме развивать покупательные. Это тоже там вопрос есть по Китаю. Есть сомнения. Ну, они ничего нового произвести не могут. Ну, есть такой момент. Понимаешь, что тут трудно сказать. Наверное, что у них идеи нет. Ну, они даже геномические модели копируют. Ну, и кроме того, они приходят в Африку, там еще что-то. Белый человек нес бремя белого человека. Он какие-то идеи там... Ну, да, да. Ну, хотя бы железо дорогу Каир в Йоханнесбург что-то ввез. А, Каир Кептаун железо дорогу проводил хотя бы. Свобода, равенство и братство там еще хоть что-то. Ну, это французы, отличаются немножко по-другому. Они просто образование несли, больницы строили. Ну, а китайцы чего несут? Ну, китайцы немножко другую идею. Идея поддержки стабильных государств наверное, вот эта. Потому что им самим-то нужно. Я не знаю, что китайцы существуют. Я не беру за них отвечать. Я просто вижу, что результат у них в принципе очень неплохой. Второе государство по экономике стало. Потенциал, правда, у него гораздо больше детей. Ну, извини, при полутора миллиардах. Ну, да. Как у меня товарищ ездит, который в Китае просто говорит, китайцы, может быть, все маленькие, но столько высоких людей, полутора миллиарда. Идешь по городу и видишь, что ты такой высокий, по два миллиарда больше. И больше полутора. Да-да. Я говорю, а как же они все большие? Нет, просто их очень много. Китайки красивые. Есть. Много красивых китай. Потому что, если у меня есть полутора миллиарда плота вот этих узкоглазых можно найти. Нет, нет. Они уже не ведут. Ну, есть же модель какие-то. Я там смотрел пару таких эропических фильмов китайцев. Китайцы должны брать с олимпийские все эти медали. Это чисто отбор должен быть такой, что вот. Да они все могут позволить. Они, кстати, и брали олимпийские. Они, кстати, наш скачок, пекинской олимпиады. Они очень стали развивать паралимпийский спорт. Методики, которые пробовали на паралимпийском спорте стали переводить на нормальный спортсмен. Многие пробовали. Нет. Просто ситуация такая. Не то, что ясно, что когда с инвалидами занимаешься с этими, они же вообще ограничены в многих вещах. И ты, соответственно, начинаешь более-менее выбирать наиболее толковые методики. То есть тут же вопрос такой. В спорте же самое главное. Извините меня. Мы все время за подвиг боремся. За свет достижения. А задача нормального спортсмена – работа поменьше, результат побольше. Человек при коммунизме тоже должен быть в такой задачи. То есть он должен больше внимания уделять собственному самосовершенствованию. Ну это уже какие-то христианские идеи, что совершенствоваться и в результате прийти к Богу. Не-не-не. К Богу не надо приходить, честно говоря. Кроме того, ну допустим, Илюхе вредно уделять время самосовершенствованию. Чем будет заниматься? Аронизмом. Я не знаю. Будет сидеть по началу. Найдущим. Чем? Вот я знаю, чем я буду заниматься. Чем? Я буду тренироваться. тренироваться. А если я тренироваться в свободное время, значит я буду читать это, учить языки, там еще что-то. Сейчас есть целая очередь книг, которые я хочу прочитать. Много разных. Я не знаю. У меня прям... Белепуха все-все-все. Сейчас список русских даже. Я просто руки никак не дойду. Роль порнографии в русской литературе. Готовы? Готовы? Сказки-теремок. Готовы? Поехали. Готовы? Готовы? Поехали. Готовы? Динамик не хватает, может болтеть, слишком переостыть. Плечо развернули, свобода раскатывается. Ищи, как легче. И так, рукой скоротну, дыхаем. Почти как медицина. Если ты будешь подружку, медитируешь. Я ж тебе говорю, медитация, нужно сорваться. Вход в это, переднюю ручку наметил, сзади пошел. Раскатится, раскатится. Как медитация, планов, въехал, все то, собрал, точечку. А вот напряжение тут можно. Но опять же, напрягся, сбросил. Вот такой в себя уходишь. Там тут сзади прыгает, тебе не важно. Хорошо. Что-то тут начал опять смотреть. Потом, потом, попробовал. Потом это близко ножку. По-моему, хорошо пришлось. Не, близко очень много. Но сейчас лучше. Нога, нос. Куда можно идти? Два, раз, два. Что это возможно? Вот, опять же, у меня это ощущение, что я смотрю так, в городе Перти Куранта, что ноги на одну линию почти стоят. Сейчас у меня нет такого ощущения. Но за полный гидропарда для профитации ничего нет. А жестче, кстати, где-то. Что это стало? Куда? Куда? Куда была груша-руша? Ну, я накачался, Петяна, к вашему. Когда он начал мне руки забивать. А-а-а-а. Ну, вернее, я почувствовал ее. Не, не понял. Да-да-да, вот, похоже, вот этот стычок. Сейчас будет лучше. А что, Серок, вообще... Пашинник, давай, в город, выехать. Давай, думай о том, что сейчас делаешь. Больше ни о чем иду. Кратился, вышел, хорошо. Вот это, вот это уже на календаре по Илюхе надо пристрелить. Не дай, да. Кратился, вышел. А вот ты должен с этим бороться находить и сделать именно так. Он очень хорошо. Поговорю. Кантинцев. Ну, тут уже вопрос, да. Как-то находить. Ну, учиться тут полку, сейчас. У нас есть бихевиоральное обучение. Бихевиоризм. Есть бихевиоральное обучение. Когнитивное. Вот их все время пояснительно-когнитивное. А мы стараемся заниматься бихевиоральным обучением. Бихевиоральное, это когда примитивно мы работаем на чистых инстинкциях. Я знаю, что такое бихевиоризм. Бихевиоризм заключается... Минитивный диссонанс. Значит, это можно сказать. Бихевиоризм, это когда, мягко говоря, путем поощрений и наказаний ты зарабатываешь человека определенный рефлекс. В данном случае, вот Илюха служит нашим бихевиоральным инструментом. Который поощрением и наказанием, поощрением тем, что ты попал по нему, а наказанием тем, что он по тебе попадает, он пытается заставить тебя найти Вадима. Получается, бихевиористы бихевиорируют. А ты пытаешься когнитировать. То есть изучать себя и как ты себя чувствуешь в этом ударе, как ты входишь там, понимаешь, что ты делаешь? Ты начинаешь осматривать себя не как черный ящик, как требуют бихевиористы, а начинаешь осматривать свою сложную душевную тонкую организацию, как когнитивисты требуют. Сложим прям бихевиорист. Вот, пожалуйста, давай по бихевиорачим все время. Так что по другому впечатлению никак, понимаешь, что делаем? Ну что, по бихевиорачим потихонечку? Поехали. А когнитивность мы оставим уже для конкретно тактических действий. Катись. Жестко. Ну, расслабься, расслабься. Тебе не надо жестко поставить, надо катиться. Ты должен почувствовать линию, чуть длиннее, значит, станем чуть дальше. И вот, начинаешь чуть-чуть дальше с дистанцией, все размолвать. Ручки. Тебе надо сбросить и вкатиться. Бросить и вкатиться. Ну, похоже, да-да-да. И проразить вверху эту тушь. Ты должен почувствовать, как она проезжает, и тебе удобно вкатывать. Можно усилить. Усилить тебе заставить делать илюху, как будет тыкать голову. Да-да. Здесь ты должен, ну, так тебе нужно вставать. Угу. 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 Пиш, Слав, у тебя ноги тоже тяжело, будто слонов передвигаются. А, понимаешь, вес тяжело? Угу. Угу, не вес, не вес. Угу. Угу, не вес, не вес. Так, крепатура что-ли какая-то идет? Едем наметил заднюю тачку. Можно отчасти на три недели. Да. Ну, продеваться. Потому что я после... Останавливался. А, тебя качалок так сильно тоже был матрый, да? Ну, я вчера тоже здесь был. Слушайте, значит мы правильно делаем. Мы все один рабочий платход делаем. Видишь, я тебя отрубаю. А я пошел его. Температура в речи не поднимается еще? Ну, я вот и не жилья. Женец сух на еду не давай. Видишь, ты здесь панет прокачал. А я же ей своего. Я же своего этого. Без звука. А-а-а. Да-да, хорошо. Катиться. Вообще-то вход-выход тебе лучше уходить-то. То есть, видать, тебе легче... А-а-а-а. То есть, рука у тебя с реверс продолжается. Немножко лучше чувствовать себя движение уже. Руку низко. Уже сделать перед собой вот этот реверс. А-а-а. Неси. Скажи сюда. А-а-а. А-а. А-а. А-а-а. 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 Всегда упрекали без души. Потому, что они человека рассматривали в отрею от его внутреннего мира. Станикże. Нен-ха, ну, ты сам прикинь. Ваня, тебя тело меняется каждый день. Чуть-чуть смещение. Да не меняется. Но уже целую неделю было. Один тот же вес. А потому, что ты лег ancora неделю назад. За 2-3 как Neil бат psychological тренировался, что ли? Не знаю, мне кажется, руки толще сейчас сейчас. Может просто up Żwick чуть похудел и все. Ну, может как бы там меняется вот это. Да-да-да, пробуй, там что-то еще прям. Давай вот так. Если у тебя не люк, а, допустим, я толстый, если раз, я восстановлю. У тебя тяжелее будет восстановить. У меня рост меньше, у меня упереться надо. У меня пол восстановил, как говорят. Волота-краски будет. Болота-краска. Серьезно, это показательный был Рахман Стурб. Рахман Стурб. Слушай, не развивай дистанцию, оставайся там, в двухой защите. Что-то с фронтальной получается. В принципе, это то. Она была фронтальной, иногда надо ударить так. Боковым. Лучше через серию, боковой через серию. Раз, два, три. Можешь различные варианты пробовать боковой. Скачок по-другому получается. Скачок по-другому получается. Как? Ну, чётче, да, руки болят. Руки болят. Вообще на русском. В кулаках и... Есть. Скачок по-другому, блютому. Я не знаю, сколько там, сколько там, сколько там. А? Столько там ломатываешь, видать уже это. Может надо сдуть? Да нет. Глюк, зачем отходишь? Там как бот, так и работает Там нажали? Продолжай Там нажали? Может быть, да Но еще вес меньше Целески-то остаются в нижнем Может быть, в ближней станции Ага, поделять Он ранен Убит Попроб повторный боковой и нижний Что вообще? Они забиты должны быть после железа Утеряешь, а у тебя руки распухли Есть такое, да Поэтому умирает, потому что он распухлит Теперь ничего набрало, а она становится уже совсем деревянной У меня хозяин все убавляешься У меня все равно гинекомастия есть Гинекомастия у тебя нет У меня есть гинекомастия Гинекомастия, это значит, когда женские соски и сиськи смотрят вперед А у тебя нормальная сторона смотрят, как у нормального мужика Просто, грубо говоря, жира и много подкожного Подкожный жир и много, потому что у тебя кортизованного Кортизованного много, потому что у тебя достаточно При том, что ты холеристичный характер Он у тебя пока жизнерадостный Ну он пока жизнерадостный все же достаточно Ты понимаешь? У тебя переход от холерика К самгинеку все что Нельзя сказать, что это холерика-галоколика, холерика-галоколика Холерика-галоколика Типа результаты этого кортизола У всех самгинеков почти большинство Кортизола стало много А я хочу, чтобы у меня этого не было Сосков Я понимаю Вот здесь Квадратики Ну, такие кубики И сердце, когда ударялось, сквозь ребра было видно Не, не надо Бирюк, кстати, сегодня у меня хорошо по ребрам пройдет Ну, он, кстати, гораздо лучше попадал Потому что поставил на месте, он прицелился Единственное Единственное, что он коротко окоротил Если он ставил на своей дистанции Из-за злобы два раза в хреново попало Один раз по голове, а другой раз в горло Блин, да Ты же не стоишь на месте Да, ну, блин, надо же в горло попить Или снять удар Снять ему сложно Снять на сильном ударе, блин, хрен Да, 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 у вас не только удар Серега, ну и у меня Я ни разу по Илюхе не завиху жестко Ну, ты и легкие бьешь очень достаточно Увесит, понимаешь Не, ну увесит, он у меня просто удар Даже если в голову, я его снимаю Ну, ты знаешь, в этом плане да, можно Но у него, для того снятия, у него все Черное жесткое Он не может отстать, потому что он не напрягает Он просто силой двигателя Нет понятия вот этого акцента вообще Он даже ногами бьет по щадям Потому что он не пытается так Как раз в точечку поставит Вот даже ты сейчас мушкнул И сразу пошла, и вот тебе дремись То есть боковой Не смотри на себя смотри Я помешаю сейчас Сам смотри, видишь, вот такие вот На меня не смотри Я не смотрю на тебя, Серега Туда пойду, потому что ты не закручиваешься А не закручиваешься, потому что у меня вот этот И так деревянный Нет, потому что задним плечом Почему ты не накручиваешь в топ Потому что уже не могу развернуть, Серега Старайся И ты нога надзади, видишь, получается Ты крутишь вот так вот А ты накрутиться должен потерять на весе О, не могу Ну и сейчас толкнул получился Ну ты толкнул меня вот уже Когда я вот эту, я уже потянул здесь Угу Хорошо, нижняя Может другой вариант, кстати, удар попробовать Подбить там Раз сегодня тяжело Значит, соответственно, надо немножко так это Дайте право на этот Next Front На какой-нибудь это Слушай, а набор, хочешь сказать, что все-таки Хороший набор где-то А я вижу набор приличный Илюх, ты видишь, у него валят набор где-то приличное мясо? Нет, я имею в виду не жир, а мясо Ну а сейчас, ты будешь спроси, потому что я-то лицо такое Как ты на тот жир? Ты не жир Ну блин, ты как надулся, я не знаю Реально надулся, скорее воды налился там, чем жир Жир-то, жир-то вообще просто Одновременно везде распределяется Возьмите, тяжело ты ее сделать Возьмите, как тебе раздумут все А тут ты еще пытаешься воды не нагнать Этим прививком Вот и получается Да нет, у тебя реально стал видеть вот эти круглые мышцы над лопатками То есть не умоляются спина Вот эти вот мышцы, вот они видны Сейчас начнем подтягиваться, вообще будет Ну хорошо Причем видно, что рельеф появляется не от того, что он там рельеф там сушится А просто от того, что настолько мясо снова набирается При движениях видно, что стало мясо появляться Скрутиться Ну то, что просто его много, деваться уже никуда Он начинает выпирать так Да Поэтому я и говорю, что У меня реально ощущение, что, блин, в реальте сейчас Что ты вообще? Что ты твай? У меня ощущение, что плечевой пояс нормальный Само говоря, что мне нравится У меня обычно везде равномерно А я вижу, что там талия не вздувается Ну да, а здесь Не, вот здесь выпирается в районе желудка Ну это уже эти... Пресс, пресс пошел То есть там что-то, да, корпус попрошнее стал Так Все сильные вымахиваешься, Иван Да, да, да А ты руками зашел И сери ногами там То есть ноги и руки сели Ух ты, ни фига себе Молодцом, хорошо Обоим у нас Ух ты Ух ты Нормально получается У обоих еще Берешь, у нас турбулаж со сбороками И так, пощучит ее Ну нормально У тебя так энергичный корпус сидит Мне это начинаешь с любого наива напоминать У тебя руки тоже деревянные И он плечами вращается очень хорошо А я что, вращаешь? Нормально, вращаешь, да Переносишь, перекидываешь Да, да Если раньше ты просто налопишь Внутри части перчатки Сейчас ты все меняешь Ну да То есть ты встаешь опцию кулаку Какой ужас Какой ужас Какой ужас Блюн сбились у нас Торнадо крутит Сажай, сажай, угон Ты вращаешь Мощь кислоту Ты сейчас закипляешь Там тоже ты мясо наращиваешь Да Я видишь, сдыхаю всех Дыхаю, там вращу кислоту Для того, чтобы утилизировать Нужен кислород Вращу кислоту Вращу кислоту Это, грубо говоря Продукт недоокисления Того, что твой организм Выварив работу Работает Обрабатываешь Тебе просто кислорода Чисто не хватает Но кроме гормонов Молочная кислота Один и Трин Это Одна из веществ Стимулирующая Рост мышечной массы Их еще четыре фактора Молочная кислота Происует, что она не разрушает Недостаточно много Чтобы разрушить Гормоны Избыток аминокислот И креатин Это сказал не яйца Это сказал силуянов Задник, как-то руки не отпускаются И все Плеча вращаешь А руки не отпускаются И удар не получается А? И удар не очень получается То есть ты бьешь сильно А удар Ты мог быть сильнее При таком Энергичном вращении корпуса Понимаешь, там есть ощущение Что ты просто будешь пробивать ее насквозь Но руки у тебя как деревянные Они не гнутся И получается Ну рука Да Сейчас вы меняетесь Этот Наше высокое очарование Наш прелестник Насилует грушу большую А мы с Ванечкой Занимаемся нормальной техникой У тебя там дырки нет У тебя там дырки нет У тебя там дырки нет У тебя там прокворяет Сделаем Как те грузины Которые там Или кто там Чеченцы языком прокалывают пакет Ааа Грузин в голове Ну сейчас ты уже наверное это не думал что Давно бы мы ко мне рассказывали Ну он этих же пиздит Кто якобы этого Убил Квинцова Ну я не знаю Думавших пиздит Они же сами говорят Ну эти говорят Хрен знает Там ситуация такая Слишком на виду Ну рука тоже Как сказать Фиксируют Побои Побои фиксируют А за что их пиздят Пого то Ну они видать не хотят признать Ну вот так наверное сначала Подумал Давай признать Потом прикинул Ни хрена себе блин Ну у него Сделал то там 20 лет шли Упсорить от него По жизни Вот вижу блин Ты что в каком-то белом лебеде Ты охренеешь Максимум 10 лет белом лебеде Больше там не живут А в этого есть То есть А для чего живут 10 мячений Ну хреново да В 6 утра вставая В 10 часов вечера Ложиться Не кровать А 5 часов пишет Ничего еще Да Здесь бац Альмейском Не больше 6 из 5 Переходить только По куртам Так Вход выход Мегче Мегче Расслабляться Ну что же Ваша задача расслабляться Просто откинуть там Пусть даже Тех-то грязные Да да Вот такого плана Лопаточкой Почему пытается с грушей сделать Он опять пытается Подошел Потом доткнуть его Вот сейчас Получше Чуть дальше Далее Да Шерчу В передней Задней Да В передней Задней В передней Это как бы замах на задней Опять встал Задней Задней Расслаб Брослаб 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 Да нет Блян Да ты вообще деревянный Там все умер Как это Бронзовый человек С почвы революцией Сбежал С метро Железный феликс Как ты у нас? Железный феликс Илюха, близко послушай Опять очень близко Задень Кто это? Молотов Хорошо Не знал почему Трежка кольбной жопы Задней Мол за твердый характер Задней Смешной Ну Такое Железобетонное Введение политики не боковой а прямой люк, боковой говорит то что близко остался вообще передней рукой это то что дистанция нет там, и на первом не должен доставать, и на втором не должен доставать рукой передней ты достаешь руками, значит дальше дистанция, ты не должен дотягиваться рукой передней, ты стараешься, но не можешь дотянуться, но стараешься, тянешься зачем ты так скачиваешь, просто делаешь шаг нормально, опять видишь ты дотягиваешься, не делаешь, показываю, особо одаренно, вот дистанция раз, видишь, не дотягиваешь, два, видишь на сколько могу дотянуться, три, вот на сколько я не могу дотянуться если ты потом здесь додоешь, значит здесь завис на грушу, понимаешь? значит медленно не надо делать это все просто медленно не, а через сколько раз говорить, белые педли не сильно, а в два издача втечь, втечь всем весом а потом здесь поймать точку, собрать живот, все, оп, ложиться и сбросить раз, два, раз, два, раз, два блин, стукер, по-моему, да? я же Ваня все время объяснял про тебе это все тревелки с Ваней проходили у тебя на глазах ну я вот время за него вообще на хер на это ну хрен, Ваня, Ванюк, ну я не могу отвлекаться, потому что Ваня назвал я его не удивляюсь, поэтому что ну слушай, а смотри, как он вспотевший здесь блин, а что, холодно что здесь? блин, жарко, пиздец давай, Серий, зашел, Серий отработал, ушел я пойду туда, чтобы не мешать вам, Банюк хорошо не обязательно двигаться во время Серий Ваня сейчас это не обязательно и вылез блин, я что-то не могу, Серега, мне как-то... ну, по шапочке сделать, значит, сразу оно может тоже неплохо, но у тебя тут бег на месте получается ты теряешь стоечку дырка там не дырка, там это... надуваешь а перцы, да дырка только в заборе, извините, пожалуйста дырка дырка Илюх, ты подходишь очень близко дырка должен уходить подальше ставь ну, у меня одна рука, у меня идет сейчас хорошо значит, сильнее передние шаги ногой нет, да давай, 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 так по-другому ты не сможешь зачем ты встал, сразу руку посылай оттуда вот, да, да сразу руку оттуда отец, ты хорошо, Вань, а ты отец, ты начинаешь с передней вообще-то да? это я ему скажу ну, молиться, хорошо сзади еще начать, да? ну, да, пожалуйста ну, в принципе, тоже не помешает дальше ты не можешь подать да нет, не подходи с задней вот как встал, будь добр, отсюда и работай подальше 30 минут я вам следую, шагаю ну, правильно сначала передней ногой шагай активист начал подправить сзади, что мог шагнуть передней говорит, что неправильная неправильная координация подальше чуть-чуть на сантиметр вот не дошагну передней ногой должен загнать свою тушу вот ну, точно это разгон угу угу выход это Ваня, там другая стоечка это ноги мешает, Ваня есть такое? здесь другая задача на них надо плюнуть ну, не могу я что-то перестроить все ты должен просто попадать друг да, все не менее шага передней ногой ну, шагай шагай экстремально длинно вот дальше передней ноги ну, потому что он не боится шагнуть себе ногой дальней раз и выйти назад быстрее бросай ногу назад бросай сразу назад вот скорость движения зависит от скорости ног ты бьешь вот смотри ты бьешь не вот так можно ты получается вот как бы так клюешь а ты вдоль пол въезжаешь ниже садишь а ты клюешь а ты клюешь ну ты вот ты через ногу свою он упирает свою прямую ногу вот получается так и через нее перевариваешься вот так я же толкаюсь ты не толкаешься ей ты ее подносишь а потом упираешь скорость вообще всей серии зависит это зависит от этого движения ногами вот туда подвести и бросить быстро назад вот от этого зависит ну ты хочешь медленно здесь сделать медленно делай но я имею ввиду что она должна быть у тебя раз-два-три-четыре а ты делаешь раз-два должен вот медленно делай раз-два 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 еще и вес я не переношу вообще то есть она может сказать как висит да или что она подошла да на ней вес столько равно столько чтобы мог ее назад она как пика весна нибудь не должно прямые поделать все сильные все сильные а все сильные не 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 все сильные у него при этом передняя поделать то же самое сзади Серега у меня третья я заканчиваю а у тебя еще пять нет у тебя пять еще потом две ноги а подальше 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 у тебя а отдал стал уже ударил у Хорошо. Продолжим. Не вызывай себя с вами. Лучше постой рядом. Она рядом надо ставить пропадать по низу. Медленность идёт. А почему медленность идёт? Потому что ногами идёт. Вещь впереди руку кидаю, чтобы ногами с ним быстро шла. Вот это может метод второй вкакывать. А получается лишь одинаково, потому что передняя рука не привыкла делать так. Нога. Работай, Ваня, здесь же я вижу закрытый. Теряй, не теряй взгляд. Всё, отдыхай рядом. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Да не получается всё-всё. Я понимаю. Нога подошла, так бросай назад её. Дальше бросай назад, глубоко назад бросай. И сразу вот он. Длинный бросай, не скачай по ногам. Шаг на бой. Раз, два, три. Выход на бой. Нашёл и бросай. Длинный шаг. Чё ты так боишься? Ты чё слышишь, что ли, сзади ноги назад назад? Чё ты леди? Не гнётся сюда, ёбарин. Просто кинь назад. Ты чё, ходить не можешь, что ли? У меня такой расстяжка. Какой длиной ты шагаешь, ты лёшь, а то длиной ты шагаешь, а то длиной можно скачать назад. Баня, у тебя ноги сейчас. Перчатки, может, 110 достали? Не, не достали. Ну, хорошо. Лёха, если ты с такой длиной можешь пойти вперёд... Да вот не могу, кто-то делал... Не, ну я просто говорю, ты же идёшь с какой-то длиной, если ты с такой же длиной можешь пойти и назад. А у тебя, получается, ты вперёд идёшь вроде ничего, а назад ты боишься. Идёшь вот так. Смотри, а надо сладяй ещё. В смысле, я вперёд вижу, я вообще иду. А какая разница, здесь ты знаешь? Ну... Психологически ты не можешь... Психологически, вот с этим борьбой говоришь, ссышь. А ты тебе сказал, чтобы отстался ты пойти назад. Ну блин, я не устаю... Я поймал тебя в грустности. Я не устаю ещё при этом стою, как бы, ну блин... Ну чё, ну упадёшь ты, кого-то это удивишь. Не, ну я с паренью никогда так не буду делать. Ну, с такими широкими шагами. Если ты не будешь никогда отрабатывать, никогда не будешь так делать. В смысле? С такими длинными шагами. Ну, Идёх, давай, человек выше меня тебя убьёт. Об этом и речь. Идёх, вы можете отдохнуть, понимаешь, что делать? То есть ситуация такая... Я скорее скакнул назад, чем угол так и шагать. Ну, понимаешь, ты при этом не сможешь жёстко и жёстко остановить, удать. С другой руки просто надо, давай. Хорошо, Вань, да-да-да. С принтерю. Идюха, длиннее стали, изначально стойку более длинную. И длиннее шага впереди ногу. Ты себе очень стойку перед ногой. Я, блин... Взять! Нет, он перестал. По уши там, да. Взять ниже. Не, ну так, просто обсядь, бросай. И просто шагай, длинно, бросай ногу, бросай ногу. Бросай, бросай, бросай. Бросай, бросай, бросай. Ты встал на неё, а ты должен бросить. Если ты правильно бросил, тебе стоят так сложно. А ты, видишь, не упираешься. Бросай, если он так как бы летит, уже можно найти сразу. Да. Да. Блять, такие вещи очевидные, на самом деле. А ты, это... Такие вопросы ты задаёшь, а вопрос поражаешь. Ну, ты сейчас сама голову, получается, просто не слышишь? Да. Ты в удар влетаешь. А как же ты думал-то? Причём ты не в ход. Ты сбрасываешь весь туда. Такой шинь, как будто Ирюха, ног своих боится. Ага. Ну, у меня просто такая пасть, а потом по улице ходят, и не страшно туда упасть. Я, наверное, бы тушенник я так не делал. Ну, то есть... Мелисов вперёд. Поэтому это у нас и станция была стояла, уравнивала. Понимаешь? А у нас, кстати, сначала были разные. Я, то есть, принесли, не должен доходить до тебя. Ну, поэтому я не могу, хотя... Я не могу отойти, чтобы... Да, ты можешь отойти от него, чтобы... Да, ты можешь отойти от него, чтобы сделать. То есть, практически получать... Ну, ты можешь что-то делать, а ты можешь отойти, получается. Потому что базовые такие движения не сделаны. Не, я просто такой вратачи всегда работал. Ну, как-то, блин, не знаю. Да, потому что в контратаке ты должен уметь упереться с задней ногой. Ты в контратаке просто шёл, ты на него тыкал рукой. Ты не мог жёстко садиться, чтобы остановить его. То есть, грубо говоря, у тебя был шанс попасть на него до тех пор, пока он тебя не снес. То есть, скорее всего, ты даже в накалку его пошлёшь, а он у тебя потом падает, и вместе вы с ним падаете. Нет такого, чтобы он раз и упал туда. Он шёл вперёд, голова осталась сзади, ноги убежали вперёд, и он упал. Ну, скажу так, я обычно старался, вот как он, типа, нож, отработая с надыки, пропускать вперёд. Ну, это опять же, это уровень. Чуть-чуть не рассчитал по дистанции, а тут уже вопрос. Не клюв, не клюв, может дистанцию ближе сделать, не клюв, не клюв, смотри, ты должен войти клещу. Только не быстро делай, а втекай. Вайн, ты экспериментируешь, что-то как-то тебя не уйдёт. Попадаешь? Чего? Попадаю. Я увлёкся. Ооо, нормально. Так я и тот, я просто... Бал. А, понял. Ну ты это мальчики навали. Это был Аурмаш, да, обычно? Или Йока? Нет, 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 это вот так стал. Йока, Йока, понял, да. Ну, нормально, нужно карта. И вот на счёт детства, тут, обратите внимание, трюк, очень важный момент. Потеря скоростью. И вот зашёл, пауза, а у тебя должно движение такое. Качнул, точечка, двойсотой долей секунды где-то забрал сюда, и сразу ногу назад. Это очень важно. Как челнок, как швейн машин. Раз, 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 раз. Вот что должно быть. Ну, блин, я просто говорю, я тут, получается, с неустойчивой ты в этой точке стоишь. На самом деле устойчиво, но объектив не позволяет тебе нормально чувствовать опору. Вот и вся разница. То есть, ты надо поймать, ну, да. Ты не фиксируешь, как бы, ну, стойку. Не, ну, смотри, ты вот так просто стоишь, да, то есть, вот, например, раз отскочил, ты же не смотришь куда. Да, ну, да, да. А здесь ты, получается, и в этом положении не устойчив. А что в этом положении не устойчив? Ну, что в этом положении не устойчив? Ну, хочешь сделай, ну, давай, только немного не покалечим, давай. Не так просто, наверное, понимаешь? Не так просто, я согласен, но когда ты во время этого движения, ты уж точно... Смотрите, у меня под две ноги, когда прыгаешь, я-то могу под две ноги высечь. Подтечивая. Да, все, у Вани в самый ответственный момент сели с ногами. Как вам еще? Спасибо. Все сильные. Набиваешь санитацию. Набиваешь от технику, да, просто отдашь, пущешь и глушишь, и все. Ну, не сплетим, попроще, Ваня. Набиваешь, надо чуть-чуть ногами били, так, подкидать и все. Ну, круто. Надо приблизить к ним решением. Да, 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 старайтесь. Не встать там постраховать или не надо? Я не упаду. Вон, его контролирует. Понял? Вот уже плюнул. Высь вон на окошках. Тем более, сейчас ему как раз мешать не надо. Сейчас он будет делать как хочет. О! Солнце наше идет. Хорошо, молодцы все. Илюх меняет стоечку. Иван меняет стоечку. Я поменял. О, господи. Сколько в нем санталом ленины есть. Ну, его доставили, ишь, приходится ходить длинно очень. А он так еще и поучше ходит, как раз мы шагаем. Просто расскажешь, он от меня там полчаса в футбольном поле уходил. И вроде дед быстро, а опять он просто ногами семенит, а вот это и полчаса под лоскветка двигается. Объективно-то я хожу быстрее большинства, обычно. Ну правильно, блин, у тебя ноги хренее это. У тебя подростка ноги достаточно длинные, если взять, там ни коротки, ни хрена. Может, я пускал в среднем, не то, что бывает. Я это мерил просто, по-моему. От ушей? Из жопы. Из жопы? Из рома не запихивал? Начало с утилетра. А что, здесь хорошая задача годится. Хуже, когда руки из жопы. Правда, надо признаться, вот у меня руки из жопы растут. Ха-ха-ха-ха. Нет, это я. Мне боль в пуздец, в принципе, я читал Роброя, кстати, вот на конце не читал. И там он упоминал, что Роброя такие длинные руки имел, что мог возлезать свободно и наклоняясь под яд коленями. Я как подумал, что такие руки имел, в принципе, вообще-то и не плохо. Может, вполне гасить людей на расстоянии. Нет. 12-й калибр есть 12-й калибр. В то время же не было? Да, был 4-й. А был что-то, когда-нибудь? Ну, утятница. А? Утятница. Да, ну... Или как, утятница, по-моему, она? Не знаю, не знаю. Другой-то с Атлантия. Времена таких, как... Вам там не было ещё паркового оружия? В 16-й век? А, было, да, было в 16-й. Ну, значит, утятница. Там уже мушки-то были, по-моему. А когда мушки-то были, это как раз именно вот эти утяжницы, у которых там вот этот здоровенный стул, а не туда чуть ли не полкилограмма этих всяких металлических всяких кореней. Всем привет. Здравствуйте. Меня не узнали. Я сказал здравствуйте, но меня посмотрели. Нет, просто тебе всем привет сказали. Тебя не выделили. Ну да, я сказал ответ здравствуйте. А Серёге это стало обидно считать себя в серии. Не, я просто сказал здравствуйте, на меня посмотрели. Только выключишь. Давай.